На Украине второй день. Власти заняты тем, чтобы не допустить политического кризиса, который ставит под угрозу перспективы получения Киевом кредитов из-за рубежа. Четырех министров, ранее подавших в отставку, удалось уговорить остаться. Но глава Минэкономразвития, по сути, ключевая фигура в кабинете Арсения Лиценюка, по-прежнему не преклонен. Он уже вывез вещи из кабинета. Из Киева Алена Германова. Это был день бесконечных совещаний и переговоров. Вся украинская власть словно на иголках. И все из-за скандальной отставки министра экономики. Айварас Абрамовичу с тема и вчерашние беседы послов ключевых стран ЕС, США, Канады и президента Порошенко. Последним ударом для которого стало заявление директора Международного валютного фонда. Решение подать в отставку вызывает беспокойство. Если подозрения, которые он высказал во время заявления об уходе с должности, являются точными, то это явный признак, что взятые правительством обязательства по борьбе с коррупцией не выполняются. Случайно или нет, но вчера же стало известно, миллиард и семьсот миллионов долларов, которые МВФ по обещал Киеву в этом месяце, скорее всего не придут. И когда поступит транш, тоже неизвестно. Недовольный отставкой Абрамовичуса Запад, уверяют политологи, тем самым диктует Украине свои условия. Кроме внешних штыков и внешних финансовых потоков, никаких других ресурсов у этой власти нет. Ни конституцию провести, ни достичь какой-то внутриукраинский консенсус. Украинская власть не может без согласования с внешними кураторами. Она даже переформатировать свое правительство, уволить нужных и набрать ненужных министров, или наоборот, она не может без согласования. Всегда появляется человек в ранге посла, который говорит, этого делать нельзя, и власть выполняет эту установку. Вот это и есть чисто внешнее управление. Вчерашнее экстренное заседание Кабмина еще одно подтверждение того, как сильно украинские власти боятся остаться без денег. На ночь глядя, глава правительства Арсений Яценюк в очередной раз собирает министров, чтобы сделать важное адресованное, очевидно, Западу заявление. Массовое бегство из Кабмина, которое так настораживает зарубежных партнеров, отменяется. Эти же слова он повторил сегодня в Раде. Там вопрос о переформатировании правительства поднимался не раз. Мы все пришли одной командой, и мы будем работать дальше одной командой. Если будет принято решение о том, что эта команда должна быть изменена, мы уйдем все вместе. Но мы будем бороться до последнего. Четверо из пяти собиравшихся в отставку министров передумали и решили остаться. Расставаться с портфелями больше не хотят. Руководитель аграрного сектора Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, глава министерства информполитики Юрий Стец и Александр Квиташвили. Нынешний министр здравоохранения уйти в отставку пытался с лета. Депутаты долго искали замену. А теперь Квиташвили просит поиски прекратить. Я забираю свое заявление в отставке. Я приехал из Грузии, я грузин. И приехал в Украину работать и бороться за будущее этой прекрасной страны. Картину полного единства в правительстве портит только один министр. Глава Минэкономразбития Айварас Абрамовичу заявление об уходе написал в среду, и забирать его не намерен. Потому что больше, по его словам, не хочет быть ширмой для украинской коррупции. На экстренном заседании правительства накануне вечером он не появился. Якобы неожиданно захворал. При этом болезнь все же не помешала несколькими часами ранее вынести личные вещи из кабинета. О тотальной коррупции в украинской власти пишет и авторитетная французская газета «Лимонт». Журналисты, не стесняясь в выражениях, обвиняют президента в покровительстве коррупционеров. В частности, речь идет о давнем друге Порошенко, генпрокуроре Викторе Шокине. Генеральный прокурор использует свое мощное ведомство, имеющее право закрывать или открывать любые гражданские или уголовные дела, как своего рода супермаркет. Любой политик или богатый бизнесмен имеет возможность заплатить, чтобы было открыто дело против его конкурента. На Украине за два последних года ни один крупный политик или бизнесмен не был осужден по делам о коррупции. Прочем много вопросов по поводу эффективности деятельности и самого Абрамаевичуса. Агентство «Блумберг» включило Украину в пятерку самых несчастных экономик мира. Столь велики безработица и инфляция в стране. Бывший литовский предприниматель пришел на должность в конце 2014 года, не без поддержки западных доноров Киева. Скандальная отставка уже попала на полосы ведущих зарубежных изданий. Так в Британии на страницах «Таймс» пишут о коллапсе грозящему украинскому правительству. А в Америке пророчат политический кризис, от которого, видимо, передумавшие уходить министры не спасут, если к ним не присоединится Абрамаевичус. Алена Германова, Наталья Литовка, Первый канал, Киев.